В эфире канала Россия 24, Вести Ульяновск. В студии Антон Никитин. И вот главные темы этого дня. 1 сентября двери открывают образовательные учреждения, а 1 октября военные комиссариаты. В 24 муниципальных образований идут призывные комиссии. На сегодняшний день уже более 400 человек эти призывные комиссии прошли. О ходе осенней призывной кампании в Ульяновском регионе расскажем в ближайшие минуты. Спасение жизни и забота о здоровье в режиме видеосвязи. Камера нацелена на все мониторы, которые есть у этого пациента. И непосредственно консультант НИИ Кулакова видит все параметры, задает вопросы, какие нужно докторам, обсуждает лечение и оставляет какие-то свои рекомендации. В регионе продолжается цифровизация и развитие телемедицины. Предварительный подсчет. 1 октября по всей стране стартовала пробная онлайн-перепись населения. Вплоть до 10 октября любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, может самостоятельно переписаться. Для этого нужно заполнить переписной лист на портале. С 16 по 31 октября на территории 10 муниципальных образований в 9 субъектах Российской Федерации будет осуществляться поквартирный обход переписчиками. С 16 по 27 октября 100%, а с 28 по 31 выборочный контрольный обход 10% жилых помещений. Основная перепись пройдет уже в 2020 году. В 2020 году перепись будет проходить таким образом, что будут приходить как и специалисты, и на бумаге опрашивать. Также можно будет пройти перепись и онлайн. При прохождении переписи в онлайн с использованием портала Госуслуг вам придет уведомление с кодом, что вы прошли перепись. И тогда уже повторно перепись проходить не нужно будет. Как отметил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, пробная перепись больше напоминает социологическое исследование. Поэтому для анализа выбраны районы с различными условиями и характеристиками. По информации на первую неделю исследования, процедуру интернет-переписи уже прошли 4577 жителей Ульяновской области. В целом по России переписались почти 700 тысяч человек. 200 молодых людей уже призвали в ряды российской армии. Это первые результаты осенней кампании в Ульяновске. Напомним, 1 октября все 25 районных комиссариатов региона распахнули свои двери. Всем получившим повестки традиционно предстоит пройти тщательный медицинский осмотр, а также собеседование с представителями призывной комиссии. До конца декабря в различные рода войск определят более тысячи ульяновцев. 140 из них направят в войска национальной гвардии. 15 новобранцев наденут форму президентского полка. Конечно, после тщательного отбора. Первая партия солдат покинет Ульяновск 23 октября. В общем-то призывная комиссия началась организованно. Все, что касается сборного пункта области, на сборный пункт области вещевое имущество завезено в полном объеме, продовольственное имущество завезено в полном объеме, значит, столовая приготовлена в полном объеме для кормления призывников. Порядка 700 граждан мы не смогли оповестить установленным порядком. Это из более 6,5 тысяч человек. Значит, если такие граждане, мы не сможем оповестить их до 27-летнего возраста, и они сами не заявят о своем нахождении решения комиссии, будет о выдаче им справки вместо военного билета, так как они не прошли военную службу без законных на то оснований. И им уже будет дорога закрыта в силовые структуры, а также как минимум на 10 лет они не смогут находиться на государственной службе. Военные комиссары отмечают, количество уклонистов от службы уменьшается. И напоминают, что в предыдущую кампанию к административной ответственности привлекли 187 несостоявшихся новобранцев. Еще 5 человек понесли уже уголовное наказание. Парковка на газоне будет стоить дорого. Штрафы дойдут до 100 тысяч рублей. Ульяновский парламент реанимировал ответственность за незаконную стоянку транспортных средств. Соответствующие изменения в кодексе Ульяновской области поддержали большинство депутатов законодательного собрания. Так надеются сохранить благоустроенные дворовые пространства в уютном состоянии. Машины здесь появляются по графику и также стихийно исчезают. Зеленую территорию осваивают сотрудники местного предприятия. Зимой и летом там грязь. Весь ртуар разбили. Ходить негде. Везде одни машины стоят. Выхода у автовладельцев нет. Парковочные места с советским проектом жилой застройки просто не предусмотрены. Вот и размежевывают газон водители самостоятельно. В ход идут деревянные колья, цепи, амбарные замки. А ведь всего несколько лет назад за подобное хамство автовладельцев наказывали рублем. В 2015-м впервые приняли закон об административной ответственности за парковку на газонах. Правда, практика просуществовала недолго. И спустя два года штрафы отменили. Дескать, санкции противоречат федеральному законодательству. И вот депутаты вновь вернулись к обсуждению закона. Большинством голосов поддерживают изменения в кодекс Ульяновской области. То есть вот этот правовой вакуум, который был, на сегодняшний день заполнен. После ее введения по срокам, которые будут указаны в заведении законодательства, мы будем ее применять. И первый подход, и первый контроль по действию ему действия мы будем рассматривать на комитете в феврале месяце 2019 года. Закон превратит халатную необходимость в дорогое удовольствие. Штрафы за парковку на газоне от 500 рублей до 100 тысяч рублей за повторное нарушение. Причем составлять протокол будут не дорожные инспекторы, а должностные лица. Муниципалитеты определяют их сами. Депутаты ориентируются на столичный опыт и предлагают создать специализированные службы для решения проблемы. Эта служба окупит себя, как это сделано в Москве. Вы посмотрите, ведь в Москве ни одна машина надолго не задерживается, даже на обочине. Потому что едет специальная служба с фотоаппаратами, с видеокамерой, снимает и штраф. Штраф, 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 штраф. Городская казна Москвы пополняется огромными средствами, которые идут на благоустройство Москвы и так далее. Поэтому и нам давно пора, давно пора, я уже об этом говорил, неоднократно, давно пора приступить к созданию таких служб. Законодатели надеются освободить от машин газоны, цветники, детские спортивные площадки в границах населенных пунктов. Депутаты настаивают на ужесточении штрафных санкций. Надо все-таки ужесточать. 500 рублей или 1000 рублей. То безобразие, которое творится сейчас на газонах, на цветниках, действительно, и подчас хамское отношение жильцов, приведающих территорию, когда уже просто детей невозможно в детской площадке провести, все утыкано машиной. И, честно говоря, плевать на все хотели. Я думаю, это надо даже жестче подходить. Вот, но и мне не очень такое. В стенах областного парламента планируют обсудить не только санкции, но и перспективы развития инфраструктуры. А первую оценку правоприменительной практики закона депутаты дадут уже в феврале 2019 года. Кристина Агафонова, Александр Абрамов и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Ульяновская медицина вступает в век информатизации. Речь идет о постепенном переходе на цифровой формат. А это новые возможности для телемедицины, а еще для оперативной отработки жалоб пациентов на здоровье. Более подробно в материале Эдуарда Истомина. Это реанимация перинатального центра «Мама». Сегодня здесь консультируют лучшие врачи страны. Но это не командировка. В центре «Мама» с ними связались через специальную установку. Медицинские светила корректируют диагноз ребенку. Непроцитоз и нарушение горболокрани. Новые возможности продемонстрировали Сергею Морозову. Губернатор интересовался новой установкой. Она передвижная. Ее можно транспортировать в любую палату. Главное – состыковаться с федеральной клиникой для консультации. С нашей стороны мы докладываем все по ребенку. Камера нацелена на все мониторы, которые есть у этого пациента. И непосредственно консультант НИИ Кулакова видит все параметры, задает вопросы, какие нужно докторам, обсуждает лечение и оставляет какие-то свои рекомендации. А это главный пульт на этаже реанимационного отделения. На экране полная информация о юных пациентах в больничных палатах. Это различные параметры здоровья. В случае их отклонения на пульт поступает сигнал, и врачи принимают меры. Это просто прорыв с точки зрения и качества, и быстроты, и эффективности медицинской помощи. В центре мамы есть цифровая пневмопочта. Пробирки с анализами помещают в капсулу, а дальше нажми на кнопку – получишь результат. Капсула улетает наверх в лабораторию. Но анализы назначает врач. А записаться к нему можно через колл-центр. Его оперативность повысил новый программный комплекс. Сейчас будет происходить регистрация обращения в электронном виде сразу. И оператор может с своего уже рабочего места после регистрации, выбора причины обращения, направить его по адресу, по компетенции. Раньше сигналы принимались вручную, а это бумажная волокита. После внедрения цифры сотрудники колл-центра будут работать более оперативно. Это позволит придать учреждению статус ситуационного центра. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Специальный отряд быстрого реагирования отметил 25-летний юбилей. Бойцы СОБРа всегда готовы к выполнению своего служебного долга. Защитить родную страну и ее граждан. Порой ценой собственной жизни. Ульяновский СОБР – это дружная и сплоченная команда настоящих офицеров, профессионалов своего дела, стойких и мужественных. За спиной каждого из них десятки служебных командировок в самые опасные регионы и выполнение задач, сопряженных со смертельной опасностью. Хотелось бы, прежде всего, в этот день все действующие сотрудники, ветераны, вспомнили своих погибших товарищей, кого сейчас нет рядом. Ну и, соответственно, поздравить этот день всех действующих сотрудников, членов их семей, ветеранов СОБРа с праздником. Пожелать им всем здоровья, удачи, благополучия. Дай Бог им здоровья всем. И хотя отдыхать силовикам некогда, свободное время они отводят в специальной подготовке и оттачиванию профессиональных навыков. В этот день у бойцов СОБРа кратковременный, но такой запоминающийся праздник. В день 25-летия структуры состоялось торжественное вручение очередных нагрудных знаков и благодарностей. От лица всех жителей прославленной Ульяновской области, от себя лично, от своих коллег по правительству, подравить вас всех с 25-летием со дня образования специального отряда быстрого реагирования Управления войск Национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области. Ваше подразделение по праву называется элитным. Ведь чтобы каждый раз рисковать собственной жизнью, исполняя служебный долг, нужно обладать исключительными моральными и физическими навыками. Отдельный подарок сотрудникам спецотряда преподнесла наша телекомпания. Для гостей праздника состоялся предпремьерный показ специального репортажа нашего коллеги Артема Петрова. Фильм «Собор» он готовил ровно год. И увидеть его в эфире вы сможете уже сегодня в 19.45 на канале «Россия-24». Васа Рассадина, Павел Игнатьев, Вести, Ульяновск. Борьба с организованной преступностью, решение антитеррористических задач – это то, с чем ежедневно сталкиваются бойцы специального отряда быстрого реагирования. О ребятах, чьи лица не принято показывать, а о подвигах десятилетиями гласит народная молва, посвящен специальный репортаж Артема Петрова. Смотрите его в сегодняшние теми дня, сразу после выпуска новостей. И к этой минуте у нас все новости. Итоги дня подведем в 21 час 44 минуты. Ну а прямо сейчас тема дня. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус 3 до плюс 2 градусов. В Ульяновске от нуля до плюс 2. Завтра днем по области от 8 до 13 градусов тепла. В Ульяновске 8-10.